Добрый вечер, друзья! Сегодня докупил Русгидро и продал часть ТМК. ТМК часть продал по схеме вывода позиций в плюс. То есть где-то покупаю, где-то продаю, пока не выведу в плюс. Что такое плюс? Это когда сумма всех покупок минус сумма всех продаж. То есть сколько ты в позицию ввел меньше, чем фактическая стоимость ее в портфеле. То есть грубо говоря, ты ввел в позицию, допустим, на 100 тысяч купил, потом на 20 докупил, потом на 40 продал. Итого у тебя 80 тысяч. Правильно? Если позиция стоит 85, ты плюс 5. Если позиция стоит 75, ты минус 5. Ну, вижу, понятно, да? Вот так вот на пальцах уже объясняю, потому что многие сложно это понимают. Привыкли считать по формуле FIFO. Первым пришел, первым ушел. Но формула FIFO и фактическая, они в конце дают одну и ту же сумму. Формула FIFO считает так. Купил, купил, продал, допустим, минус 1 и продал, допустим, плюс 3. Потому что первое она считает, как будто бы ты продал минус, потом она считает большой плюс. Итого плюс 2. Я считаю по факту. Купил, купил, продал плюс 1, продал плюс 1. Тут 2 в итоге, тут 2 в итоге. Различается только промежуточная подсчет. Итоговый подсчет. Ну, вот перед установками от слагаемых сумма не меняется. То есть, по факту, все равно одна и та же сумма выходит. Потому что, ну, что FIFO считает, что я считаю. Просто, ну, мне неудобно читать по FIFO, потому что это не есть факт. Это просто, ну, так было принято для налоговой. Как-то же надо перед налоговой отчитываться. Приняли такую формулу. Могли бы и другую принять. Это без разницы. Я считаю по факту. Но, опять же, повторюсь, что по FIFO считает, что, по-моему, результат 1 в итоге. Так, ну, давайте к вашим вопросам. Что ждет Русолова? Есть перспективы роста в ближайшем будущем? Спрашивает Артем. Смотрите, почему так сильно укатали? Компании маленькие, да? Ну, по капитализации, по ликвидности, там, второй, третий эшелон. Они очень высоковолатильные. И вот тоже вопрос, там, компания РНСА, Западное Сибирь, что по-вашему, почему ее кидают сверху вниз и наоборот? Ну, представьте, если объем торгов, допустим, там, миллион рублей в день, там, да, 2 миллиона, ну, Русолова-то большой объем торгов. Но, все равно, не как у Роснефти, там, или, там, у Сбербанка, там, и так далее. Чем меньше компания, тем легче ее поднять вверх, тем легче ее опустить вниз. И она очень привлекает спекулянтов. Особенно, если у компании есть еще фундаментальные какие-то интересы. Там, у Русолова, допустим, там, у нее хорошие перспективы, там, насчет производства в Хабаровском крае, да. Это вообще, там, по производственным мощностям интересно. То она привлекает людей, и они, там, кто шортит, кто лонгует. Но, в последнее время, очень сильно шортили, очень сильно. Вот ее и давили. Сейчас начнут шорты закрывать, она начнет вверх идти, вот и все. Вот. Русолова я сам покупаю, в этом у меня, в пирасском портфеле, торговый портфель, который у меня есть. И я сегодня, как раз, по-моему, покупал. Пойдет вниз, закуплю, пойдет вверх, продам. Делов-то. Но, опять же, просто, если торговать, торговать компанией, которые, понимаете, есть такое выражение. Типа, был трейдером, стал инвестором. Ну, типа, зашел поторговать, да, на отскок. А компания пошла вниз. И ты, вместо того, чтобы там потрейдить, ты сидишь, ждешь, пока она вырастет. Ну, либо, там, где-то, там, работаешь с ней, там, внизу уже, да, выводишь плюс. Но, в таком случае, это работает только, если ты реально... Вот я для торговли, даже вот в пиратском портфеле, я выбираю только те компании, в которые я хочу покупать, хочу инвестировать. Да, я там еще шортю, шортю всякую вот ерунду. Мне вообще, я вижу, что компания переоценена, я могу ее зашортить. А вот если в лонг, да, для покупки, да, я выбираю только то, что мы уверены. Чтобы, если вдруг она пойдет вниз, вдруг, да, ее начнут шортить, там, рынок. Это тоже надо учитывать, да. То есть, помимо фундаментальных причин, там, внешних факторов, там, внутренних и так далее, нужно еще смотреть на настроение рынка. И если я начну шортить мою компанию, которая имеет перспективы роста, конечно, с удовольствием докуплю. А если ты берешь всякую ерунду только на отскок, то тогда тебе нервяк, конечно, если она падает. Ну, зачем ты берешь ерунду? Вот вопрос. РН Западной Сибири. Что вы про нее знаете, про эту РН Западную Сибирь? Вот что вы про нее знаете? Вы же знаете, какие у нее контракты, какие у нее перспективы, там, и так далее, и тому подобное. Ну, неужели вы это... Нет, вы просто, скорее всего, вы просто видите циферки на экране и название. Ну, так же не инвестируют и даже не торгуют. Если шортю, даже если я шортю что-нибудь, я проверяю, насколько соответствует динамика акций, динамики развития компании. А если лонгуют, то тем более. Ну, в основном у меня все взялки в лонг, вообще практически все. Шорт я использую только если... Ну, вот, про активную 2.0, да? Если надо прохеджировать риски. Ну, кто-то хеджирует, там, металлами, кто-то облигациями, кто-то валютами. Ну, страхуются от падения, да? Я страхуюсь, там, шортами. Вот, но в основном я их редко использую, в активной, в пиратах-то почаще, конечно. В активной редко использую. В основном просто инвестирую, компания отрабатывает, я забираю свою прибыль, перезахожу, там, постараюсь пониже. Если у компании появились новые точки роста, то есть не всегда я докупаю ниже. Бывает так, что, допустим, я компанию продал, а у нее появились огромная точка роста. Тогда можно еще раз. Ну, смотришь точки роста. Обязательно, обязательно. А как вы бы хотели по-другому? Кто владеть информацию, кто владеть ситуацией? Поэтому я очень тщательно отбираю информацию по компании, которую я покупаю. Вот спрашивает Валентин. А если шортануть сам индекс? Изначально я имею в виду. Ну, понимаете, я не покупаю индексы, не покупаю фонды, там, ну, там, или фьючерсы, там, на индексы, да, там, ну, и тем более, там, не шортю. Почему? Потому что, ну, есть компании, если ты будешь тупо, блин, одно шортит, другое логовать, то ты просто будешь в нуле, грубо говоря. Ну, просто в нуле. Только комиссию платить. Еще за шорт надо платить, вы имеете в виду. Надо выбирать компанию. Какие-то имеют перспективы роста, какие-то переоценены, наоборот. Следующий вопрос. Ваш прогноз по ключевой ставке будет еще поднимать или нет? Мой прогноз под лег. А какое значение имеет мой прогноз по ключевой ставке? Ведь тут же нет никакой логики в ключевой ставке. Ну, поймите, я, конечно, ну, стараюсь ничего лишнего не говорить, но, друзья мои, не нужно быть экономистом большим, чтобы понимать, что нам не нужна высокая ключевая ставка. И тут уже вопрос не к экономике. Что там у нас наверху творится? Поэтому, что они решат? Тут, исходя из логики, рассуждать по ключевой ставке не имеет никакого смысла. Ну, а рынок, конечно, уже заложил повышение ставки. То есть этот слив большой был, да, там индекс там сильно не просел, ну, хотя тоже там хорошо просел. Вот, потому что там только если взять Лукойл, допустим, там, и Газпромы, и Сбербанк, и Роснефть, это уже там существенная часть индекса, да? То есть если они не просели, то индекс там, можно сказать, не просел. А вообще там компании поменьше летели, но они растут потом быстрее, восстанавливаются быстрее. Вот Алроса как полетела сегодня. Еще думал сегодня ее продать, кстати, в пиратах, но не стал. Чуть-чуть только подрезал. В понедельник посмотрю. Ну, нам уже в плюсе у меня. В пиратах. Так, следующий вопрос. У меня простой вопрос дилетанта. Откуда брокер берет акции под шорт клиента? Как откуда? У участников рынка в основном берет. Вы же не видите никогда отчет брокерский. У многих берут акции. Платят на какую-то копейку. За пользование акциями. Следующий вопрос. Что насчет пика думаешь? Шортанул его. Слушайте, я вообще насчет застройщиков вот не стал бы сейчас покупать. У меня есть любимый застройщик. Это самолет. А вообще, в общем, да, что-то давят так на рынок ипотечные, на льготные программы. Что-то так придавили их. Многие так повысили ставки по льготным программам. И как-то уже вопрос, будет ли дальше такой ажиотаж насчет покупок недвижки. Я сейчас смотрю данные по затовариванию рынком. То есть число непроданных квартир тоже большое. Поэтому я бы очень осторожно брал бы сейчас застройщиков. Ну вот самолет, единственное, мне очень нравится. Он очень динамично развивается. Я прям люблю его. Покупать и продавать, конечно. В свое время. Вот я вам говорю, без разницы, долгосрочный вы инвестор или краткосрочный спекулянт, даже спекулировать, торговать на небольшом отрезке времени лучше теми компаниями, в которых вы уверены. Потому что если вдруг начнется какая-нибудь панические распродажи, вы бы спокойно это добирали. Потому что вы в этой компании уверены. А когда ты взял чисто на отскок, и она полетела вниз, начинается нервяк, начинаются лоси резать. Зачем этих лоси? Я вообще не понимаю. Зачем этих лоси резать? Ладно бы. Есть, конечно, ситуации, но это из ряда вон выходящие, форс-мажорные, когда там можно продать минус. Это если компания, ну допустим, если там вот как ОБК надо взять, если компания объявляет от ДОП-эмиссии, которая кратно превышает ее размер капитала. То есть по пальцам пересчитать, что я продавал минус. Ну и то я ОБК продавал. Был, конечно, минус, но не прям огромный. Около сотки. А он сколько сейчас? 25. Ну то есть в таких моментах, да, ты думаешь, ну блин, ну а что уже? Давно там все. Компанию просто превратили в мусорное ведро. Ну и то, как бы, лучше такие компании вообще не брать. То есть я... Ну это так, это в пиратах. В пиратах бывают эксперименты с малолекомидными и высоковолатильными компаниями. А в активных в этот, даже зачем? Не-не-не, даже не подхожу к таким компаниям. на пущечный выстрел, который можно продать в минус. Зачем ты КОА покупал, если ты инвестор, да? Даже если ты активный инвестор, зачем ты покупаешь вообще, чтобы потом лосей резать? Что за бред? Что за бред? Ну блин, можно же докупить, потом продать надо там чуть повыше. Но я понимаю, лосей режут, кто режет лосей? Это тот, кто набрал больше, чем нужно. Тогда, да, тогда и компания, если летит вниз, она тебя нервирует, потому что у тебя портфель висточится вниз. Ну так не покупай больше, чем нужно. Раз, не покупай всякий мусор. Два. Следующий вопрос. Антон, у вас взята маржа, счет отрицательный. Как брокер будет списывать налог в январе, если за декабрь не получится сделать что-то положительное? Если за декабрь не получится сделать что-то положительное, в январе я продам, спишется налог и запишу, что продал, и потом столько же это куплю. Если вдруг не получится сделать счет положительный. Если будет минус, я запишу, прям запишу, что минус. У меня же, понимаете, мне этот красненький, зелененький, у меня вообще все равно, у меня все записано. То есть, если я продам, потом откуплю, я же запишу, что все равно компания мне должна 3000. Соответственно, если, допустим, на 3000%, значит, она должна вырасти на столько, где сколько мне нужно, и плюс трешку, в которой я записал, что тогда я минус продал, понимаете? Поэтому, это вообще не проблема. Напоминаю, что у меня есть свой телеграм-канал, ссылка будет в описании. Проходите, смотрите, там много полезного информации. Задавайте вопросы, получайте ответы, с удовольствием вас просвещу в некоторых моментах, которые вы сомневаетесь или которые хотите узнать. Опыт у меня большой, кто за мной следит, тот знает, у меня там публичных портфелей на 5 миллионов примерно сейчас. Вот, это один из портфелей. В следующем году возможно будут пиратские освещать. Каждый раз, каждый год разные освещаю. Пробал несколько сразу, люди путаются. Поэтому, в динамике какой-нибудь портфель я один беру и освещаю. Хороших выходных, друзья. Пока.